В Салихарде, а это значит в рубрике у наших ямало-ненецких собратьев по Уральскому федеральному округу, на шестом километре трассы, соединяющей город с аэропортом, который в семи километрах к северу от Салихарда, случился жесткий, неравный и потому смертельный бой между отечественным КАМАЗом-Оссенизатором и германским бездорожником Volkswagen Touareg. Летальный замес попал в кадр регистратора, так что тут все факты налицо. По картинке видно, что в пятом часу пополудни, а на Ямальских северах это уже довольно-таки сумеречные сумерки, по аэропортовской трассе катился КАМАЗ-Оссенизатор с двумя цистернами на загривке. Пустыми или с экскрементами не сообщается. Приписаны, судя по штампу на кабине, компании Ямал Глобал, которая, собственно, специализируется на вывозе продуктов человечей жизнедеятельности, ну там мусора, фекалий и прочь. На обгон КАМАЗа пошел подорожник, и когда он его обогнал, рулевой оссенизатор заметил впереди трактор, который медленно катился в ту же сторону и вертикальной вращающейся щеткой чистил отбойник от снега. Если бы не обогнавший его болид, то, возможно, КАМАЗ и смог бы просочиться на узкой трассе между трактором и встречным Туарегом. Но рулевой оссенизатор заценил ситуацию и решил, что лучше экстренно тормозить. На скользкой дороге КАМАЗ поволокло влево, на чужую, и он своей мордой ворвался в левый борт первого встречного Туарега. У водителя ФАОВ шанса выжить при такой боковой атаке не было вообще. На шестом километре автодороги Салихарта аэропорт произошло ДТП столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. Обстоятельства ДТП выясняются. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и естественной оперативной группы. КАМАЗ после удара в немца, как видно, закрутился, сделал полтора оборота вокруг вертикальной и левой щекой финишировал в корму трактора. Ни отбойника-чистильщик, ни два человека в осенизаторской машине здоровьем не повредились и дружно побежали смотреть на то, как люто раскрестался Туарег. И если к трактористу и пассажиру КАМАЗа у силовиков вопросов нет, то вот КАМАЗисту придется ответить по 264-й части 3 УК. Трезвое автоубийство одного человека. А это в пиковом случае до 5 лет зоны. Полицейские уголовку уже возбудили. Расследование на контроле держит прокуратура автономного округа.